всем привет на моем канале это видео из рубрики полезности мультитулов лизерман у меня недавно было видео о том как правильно вкладывать планку с битами в чехол где я показывал что планку надо складывать битами к задней стенке к резинке гладкой стороной это было подробное видео посмотрите но оно и так очевидно а второе дело в том что эти вещи для тех кто в мультитулах давно для них они очевидны уже давно на это на форумах мелькало это все объяснялось но дело в том что я все время повторяю что из года в год появляется новички этого дела и для них все в диковинку они не знают что например чарджи есть кольцо скрытое то есть понять это все люди постигают и конечно когда ты уже старожилы этого дела тебе кажется это слишком банальным но в принципе я понимаю что есть люди которым это постоянно будет нужно и поэтому как бы собираю воедино всю информацию на своем канале в частности в виде таких полезностей значит получается штука в том что для того чтобы уложить одновременно мультитул и планку с битами но в данном случае у меня charge то вот эти вот выемки на планке они неспроста сделаны они нужны для того чтобы при складывании в эти пазы четко попадали винты мультитула видите да просто идеально вот эти шляпки попадают вот в эту выемку а а вот эти шляпки попадают в ту выемку конечно это касается мультитулов вот этого среднего размера charge wave это не касается суржа потому что он подлиннее будет вот обратное использование просто плоская часть прилегает и нету вот этого эффекта когда винты прячутся в эту штуку а вот так у нас получается очень компактно но прямо она даже не ездит вот я пытаюсь туда-сюда его двигать она четко для него предназначена вот вам второй соответственно ответ то есть когда вы кладете планку с битами то соответственно когда потом кладете мультитул старайтесь чтобы он не торчал вот так вот а именно попал вот вот это место тогда при прижатии вы получите ну минимально возможный объем то есть у вас красиво закроется чехол и не будет там и будет закрываться потому что в обратном случае закрыть будет тяжело вот даже попробую продемонстрировать во первых мало того что мы битами будем разрывать этот самый но так более с большим натягом с большим натягом а так еще раз наоборот получается легче прям но чувствуется что легче защелкивается ну а тем более это но это же касается его его например то же самое по передним здесь будет не так выражено потому что передние винты плоские не выпуклые как у чаржа но задние тоже выпуклые тоже получается на наезжает вот эта вот зона на шляпки винтиков и получается как бы удобно красиво и минималистично это то же самое касается и вот этих вот чехло то есть нейлоновых когда тоже самый эффект получается то есть мы вкладываем попытаемся чтобы задние у нас совпали проекции с этими и застегиваем красиво и аккуратно вот ну и наиболее ощутимый эффект будет виден вот например вот в таком чехле дело в том что например вот у меня есть ребар который я модифицировал кто помнит и смотрит мои видео у меня у него уже стоит тоже такой же самый битодержатель значит не такая планка с битами нужна так вот если я соответственно так же само здесь кстати получается правильнее будет состыковывать вот так вот у ребара то есть вот эти вот шляпки чтобы попадали не там где плоскогубцы там где инструменты попадали тогда можно вперед в такой чехольчик запихнуть этот ребар вместе с планкой с битой то есть видите да хотя тут нету никакого дополнительного кармашка но вот он тем не менее в такой вот чехольчик зашел хорошо обратно уже о обратно уже тяжело заходит вот в чем проблема даже вообще не может зайти попробую вытащить и запихнуть сразу одновременно но вот я с трудом пропихиваю где-то за что-то застряло назад трудом вытаскиваю разворачиваю наоборот и смотрите как легко заехала вот собственно вот такой вот ответ на такой вот момент вопрос как правильно вкладывать планку с битами чехол с мультитулом или в отдельный карманчик или впритык мультитулу то есть принципе кстати ведь возвращаясь к этому чехлу или к тому не обязательно вкладывать в саму резинку если она особенно вас растянулась или порвалась если вы будете вкладывать минуя резинку то получится вот так вот все всем спасибо за просмотр всем пока надеюсь вам видео это было полезным всем до новых видео